Доставлять туристов на старейшую в России Сыдранскую ГЭС можно разве что на вертолётах, потому что приезжать сюда традиционным способом на экскурсионном автобусе практически невозможно. Спрос на экскурсии растёт, но грунтовая дорога, ведущая на ГЭС, не проездная для больших автобусов. Узкая, извилистая дорога идёт вдоль обрывистого берега, то резко спускаясь, то поднимаясь по холмам. О том, что дорогу нужно благоустроить, заявили на выездном заседании Думского комитета по культуре. Депутаты приехали на станцию и на себе ощутили все недостатки подъездного пути. Мы общались и с депутатами, которые на этом округе, они тоже поддерживают. Конечно, нужно начинать из дорог, чтобы был хороший подъезд к этому уникальному месту. Сыдранская ГЭС – единственная в России гидроэлектростанция, построенная по плану Гойл-Ро, подписанному Лениным и сохранённая в первозданном виде с 1925 года до наших дней. Около ста лет генераторы оставались в рабочем состоянии и могли вырабатывать полтора мегаватт электроэнергии. Однако в 2021 году областные энергетики отказались от обслуживания станции, заявив, что она приносит только убытки и технически себя изжила. Чтобы сохранить историческую достопримечательность, муниципальные власти решили превратить гидроэлектростанцию в музей. И для нас очень важно сохранить то, что сейчас есть. Сейчас переходит в статус музея. И для нас важно сохранить именно как комплекс, чтобы всё оборудование, все здания, которые сейчас, чтобы они были сохранены. И очень важный такой момент, что пользуется спросом, экскурсией сюда. Сейчас гидроэлектростанция работает в холостом режиме для поддержания уровня водохранилища. Воду необходимо сбрасывать не только летом, но и зимой. Иначе течение будет ломать корку льда и устраивать торосы. Но зимой происходит обледенение щитов плотины. И чтобы ими маневрировать, щиты нужно отпаривать. А это затраты и немалые. В год на содержание ГЭС требуется 5 миллионов рублей. На данный момент гидроэлектростанция работает в холостом режиме. То есть мы поддерживаем уровень водохранилища Сызранского на отметке 37,5 метров. Это нормальный подпорный уровень. Путём холостых сбросов воды через водосливную плотину и через турбину, которая также работает на холостом ходу. Ещё одна проблема в создании здесь музея в том, что ГЭС не принимает туристов по выходным дням. Для этого нужно выводить на работу специальный персонал. Всё-таки оставить туристов с одним экскурсоводом без присмотра невозможно. Даже старинные таблички напоминают «Не влезай, убьёт». Если кому-то вздумается сунуть руку в агрегат, это может кончиться печально. Для безопасности туристов нужны специальные ограждения. Да, безопасность туристов, безопасность персонала – это прежде всего на первом месте. Поэтому, когда гидроэлектростанция работала в режиме генерации, когда выработала электроэнергия, то есть были усилены меры безопасности. Думский комитет рекомендовал городской администрации благоустроить дорогу и территорию у гидроэлектростанции, а также организовать процесс для проведения экскурсий по субботам и воскресеньям в самые туристические дни. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.